Мы будем говорить сегодня про косоэдрические группы симметрии. Это такие группы симметрии, которые содержат ось пятого порядка. Причем не просто ось пятого порядка, а в сочетании с другими осями высшего порядка. В принципе, мы можем с вами сконструировать какую-то вот здесь, в средней категории, пентагональную сингонию, где у нас ось пятого порядка будет присутствовать в единственном числе. Но такие классы никакого значения не имеют, разве что могут описывать симметрию некоторых молекул. Это не очень важно. А вот если у нас ось пятого порядка вступает во взаимоотношение с другими осями высшего порядка, и косоэдрическая симметрия у нас будет жить вот в этой колонке, в высшей категории. И, собственно говоря, она выше, чем кубическая. Сейчас у нас в высшей категории одна сингония и кубическая, а вообще существует еще одна, и косоэдрическая. И даже если мы будем рассматривать оси более высших порядков, ничего вот в этой группе не появится. Да, потому что Эллер доказал, что никакие оси порядка выше пяти не могут уживаться между собой. Высшие оси порядка больше пяти. Ну, значит, ось пятого порядка. Кто она такая, где она встречается, что она умеет делать, все на сегодняшней лекции. Заходите быстро. Значит, зайдем мы с платоновых тел. Значит, вы уже знаете, что платоновые тела – это такие многогранники, гранями которых являются правильные многоугольники. И существует их всего пять. Это несложно вывести. Но имели мы с вами в основном дело только с тремя, отказавшись от и косоэдра и додекаэдра, как обладающими осями пятого порядка. Мы знаем тетраэдр, октаэдр и гексайдр. Все они, тетраэдр у нас обладает осями третьего и второго порядка, гексайдр и октаэдр обладают одинаковым осевым набором осью четвертого, третьего и второго. И вообще симметрия у них одинаковая – гексайдр и октаэдр. Они дуальны друг к другу или двойственны. Значит, сегодня мы обратим внимание на два последних платоновых тела. Тем более, что одно из них дает название сингонии и косоэдрической. Самый косоэдр – вот. Который представляет из себя платоновое тело с 20 правильными гранями, представленными треугольниками, и 12 вершинами. Смотрите, а в додекаэдре 20 вершин и 12 граней. Правда, они пятиугольные, да? Поменялись местами количество вершин и грани, точно так же, как произошло у гексайдра и октаэдра. Они тоже двойственные или дуальные. Если я в центре каждой грани и косаэдра поставлю точку и соединю эти точки ребрами, я получу додекаэдр и наоборот. Значит, естественно, если они дуальны, они обладают одинаковой симметрией, как осевой, так и плоскостной. В целом они одинаково симметричны, у них одинаковый набор. Ну и, естественно, для них выполняется формула Элера-Декарта. Вершина плюс грани равняется ребра плюс 2. Здесь хотелось бы обратить ваше внимание на разные свойства многоугольников, которые складывают у нас платоновые тела. Вроде бы они все правильные, но они абсолютно проявляют абсолютно разные свойства. Например, шестиугольниками можно выложить пространство двумерное, без остатка. Они отлично его выполняют. Как, например, в сотах у пчел, на срезе этих сот. А также могут поступить квадраты и треугольники. Треугольники, правда, не в параллельном, а в перевернутом положении. Они разворачиваются. Но, тем не менее, выполнить плоскость могут. А вот пятиугольники правильные плоскость выполнить не могут, но зато они могут слагать объемное тело вместе с квадратами и треугольниками. А вот шестиугольники слагать объемные тела не могут. Не существует платонового тела, у которого бы грань была, а правильный шестиугольник, потому что невозможно создать вершину. У нас все будет раскладываться по плоскости. Немножко еще о пчелах. Считается, что форма сот пчел – это призма гексагональная. Мы теперь знаем, как называются у нас простые формы. На самом деле это не так. Это искаженный ромбододекаэдр, а на самом деле комбинация призмы и ромбоэдра. Вот смотрите, вот такая гексагональная призма закрывается сверху крышечками трехскатными, которые развернуты друг относительно друга на 60 градусов. Вы уже знаете, что такое ромбоэдр, гексагональная призма, поэтому не могла про это не поговорить. Также вы знаете про теоремию Эллера. И сейчас мы к ней вернемся, повторяя. Что сделал Эллер с нашими осями? Задавшись целью выяснить, какие оси высшего порядка могут пересекаться в трехмерном пространстве, он выявил, что основная суть теоремы Эллера заключается в том, что существуют только такие многогранники, сферические треугольники, образованные выходами осей которых, полностью без зазоров и перекрытий покрывают сферу. Если такого не происходит, то многогранник физически не может существовать. Ни с какой оси, ни с пятого, ни с любой другой. Потому что теорема Эллера у нас касается всех многогранников вообще в трехмерных пространстве, а не только кристаллических. Значит, он разобрал вот такой вот сферический треугольник, и из соотношения того, что сумма углов в сферическом треугольнике должна быть обязательно больше 180 градусов, неважно меньше чего, выявил на основе несложных вычислений, какие же оси высшего порядка могут пересекаться. Значит, попутно он выявил и другие наборы, которые могут существовать в различных геометрических многогранниках. Я здесь просто быстренько пройдусь, так как вы уже знаете простые форы низшей средней категории, мы посмотрим, каким осевым набором они принадлежат. Ну, например, если у нас комбинация оси 3, оси 2 порядка, это не класс, это просто набор оси, хотя это может быть и классом, да, осевым классом определенной сингании. Значит, если у нас 3 оси 2 порядка, то это ромбические тетраэдры, паралепипеды, бипирамиды, призмы. Ну, призмы, конечно, ромбические, да. Если у нас набор с одной высшей осью 3 порядка, то здесь, например, у нас появятся скаленоидры, и хотя в скалиндроидрах вы знаете, что у нас присутствует плоскость, обязана присутствовать плоскость, это такая общая простая форма, да. Но, тем не менее, осевой набор у этой фигуры будет вот такой. Вот у нас здесь нарисован трапецоидр, который, ну, какой он, я не очень понимаю, наверное, тетрагональный, а может быть, нет, гексагональный все-таки, наверное, там прячутся две вершины. Значит, такая фигура прячется у нас вот за таким набором осей. Но самое интересное, причем этот набор осей может реализовываться как в выпуклых многограниках, так и не выпуклых. Я здесь привела вот такой вот пример смешного пентагонального многограника. Он не выпуклый, у него есть входящие углы, да. Самое интересное на следующем слайде. Здесь разобраны пересечения как раз осей высшего порядка. На предыдущем слайде у нас, если оси высшего порядка и встречались, то они были в единственном числе с друг другом, не пересекались. Значит, мы с вами уже знаем, что выведено всего три комплекта осей высшего порядка, которые могут реально пересекаться. Два из них, это 3-3-2, да, и 4-3-2, у нас реализованы в нашей кубической сингоне. У вас уже была лекция, они реализованы в кубах, октайд, 4-3-2 куба, октайдры. Назовите мне еще кого-нибудь, где реализована такая же, такая вот осевая симметрия. У нас 15 форм, простой форм кубической сингонии. Кто может обладать точно таким же осевым набором? Ну, например, Пентагон-3-октайдр может обладать таким осевым набором? Да. Да, конечно, может. А если вот такой вот осевой набор, то кто им может обладать, например? Ну, что-нибудь на основе тетраэдра, например, тот же Пентагон, Тетрагон или Тригон, все они обладают вот таким осевым набором, да? Вы еще забыли то, что читал вам Николай Николаевич по поводу простых форм кубической сингонии? Но сейчас мы будем говорить вот об этом наборе, где встречается ось пятого порядка, ось третьего порядка и ось второго порядка. Это осевой набор икосаэдра, и додекаэдра. У них одинаковая симметрия. Значит, прежде чем приступить, собственно, к икосаэдрической симметрии, я вам покажу некоторые объекты, но такие они на самом деле не выпуклые. Это не выпуклые многогранники, а у нас икосаэдрические формы платоновых тел дают наиболее большое количество и наиболее красивые звездчатые многогранники. Вот это называется звездчатый многогранник. У него грань, смотрите, в виде звезды. Конечно, он не выпуклый, и поэтому грани как бы прорастают друг к другу. Это правильный звездчатый многогранник. Это не звездчатый невыпуклый, но тоже правильный. Грани у него, видите, в правильный пятиугольник. Они тоже прорастают друг к другу. Всего правильных невыпуклых существует четыре. Здесь я обращаю ваше внимание на то, вот это еще один, я покажу вам его вот с такой стороны, потому что обратная сторона у него вся развалилась. Это тоже правильный многогранник. Он немножко неправильно сделал, и грань, видите, получилась разных цветов. Это у меня студент делал, не обратил на это внимания, что надо вывести грань в один цвет. Но она тоже правильная, хоть и звездчатая грани. Значит, звездчатые формы образуются, если мы продолжаем грани нашего многогранника, и эти грани отсекают новые участки пространства. Например, звезда получается каким образом? Плоская звезда. Если я ребра, стороны Пентагона, буду продолжать. Продолженные стороны Пентагона пересекутся у меня в пяти точках вне тела самого Пентагона. Получается пятиконечная звезда или пентаграмма, которую кто только не использует. Сейчас двух словах скажу, потому что ее использовали, наверное, практически все религии, культуры, ну и социальные постройки в виде нашего советского государства. Значит, последнее, что хотела сказать. Вот наши привычные тетраэдр, гексайдр и октайдр, которые мы взяли в периодическую структуру, периодические структуры, они с точки зрения звездчатых форм очень скучны. Тетраэдр их вообще не дает, да? Если я грани будут продолжать, они вообще не пересекутся, они разойдутся. Гексайдр тоже не дает. Вот они не разойдутся, но они будут всегда параллельны. Октаэдра дает одну звездчатую форму. Вот выглядит она как два проросших друг друга тетраэдра. Вот возьмите, такой есть двойник или реберная форма роста. И только одну, и она даже математически многогранником не является, так и является суперпозицией двух многогранников. А что касается додекаэдра и косаэдра, эти дают массу красивых звездчатых форм более полусотни. Можно этим развлекаться, можно их клеить. Мне это очень нравится. Значит, пентаграмма. Пентаграмма была символом пифагорейцев. Она используется в христианской религии, как олицетворение пяти ран Христа, или Святой Троицы, плюс еще двойственная природа самого Иисуса Христа. В исламе, если звезда рисуется вот так, то это символ человека, если ее перевернуть, она тут же становится символом дьявола. Пифагорейцы олицетворяли вершины с четырьмя стихиями, и пятая типа эфир или божественное начало, или с пятью годами молчания. Но самое интересное для них было, они же все с цифрами играли, и в геометрию, что вот длина любой диагонали Пентагона, если у него единичная грань, будет равна волшебному числу Тау. Знаете, есть такое иррациональное число, о котором мы сегодня будем говорить много, потому что все у нас построено на экосидерической симметрии, а посчитать ничего в этой симметрии нельзя, не зная этого числа. Ну и, конечно, по-разному можно относиться к истории нашего государства, но то, что красная звезда – это его символ была и остается, это так, это и в звездочках, и звезды на Кремле, и звезды на Орденах, и масса где еще. Ну и про Фауста тоже не могу не сказать, что неправильно читал кто-нибудь Фауста? В чем там был ты сама? Ну то есть я касаюсь только одной сцены, то есть сам дьявол проник в дом каким образом? Потому что пентаграмма была нарисована неверно, хвостик у нее был недорисован, что это самое позволило дьяволу проскочить. Несимметричная звезда получилась, и все-таки симметрия превыше всего. Итак, собственно говоря, давайте перейдем непосредственно к нашим проекциям, и где может у нас кубическая сингания существовать эта ось пятого порядка. Мы ее сейчас графически выведем и подтвердим с помощью теоремы Эллера. Значит, начнем с самого примитивного класса, который называется у нас в международной символике. Да, это класс 2-3. Он, безусловно, является подгруппой косоедрического класса. Введем еще одну ось третьего порядка. Понятно, что таким набором четыре оси третьего порядка мы в экосоедрической симметрии не обойдемся. Введем под строго определенным углом, а именно почти 21 градус. Почему такой? Нам с вами так и не удалось потрогать теорему косинусу, хотя я в какой-то домашней работе попыталась вас заставить ее хотя бы найти. Но тем не менее, ни один из вас ничего не посчитал для кубической сингании с помощью этой теоремы. А Эйлер, собственно говоря, посчитал углы именно отсюда. Он ничего не рисовал на сетке Вульфа, чтобы понять, под какими углами у него пересекаются оси. Он про сетку Вульфа-то ничего не знал. Он их вычислил по теореме косинусов, которая выглядит для сферической тригонометрии вот так. И она связывает у меня косинус величины углов с величинами сторон. Помните, как у нас устроен сферический треугольник? У него и стороны, и углы измеряются в одних и тех же единицах. Это, на самом деле, чрезвычайно удобно. Значит, все в градусах. Длина дуги, то есть стороны сферического треугольника в градусах. И угол. Значит, углы большими буквами А здесь обозначены, углы между соответствующими плоскостями. Если у меня здесь ось третьего порядка, то угол между плоскостями, отражением в которых я могу заменить поворот вокруг оси третьего порядка, будет 60 градусов. Я надеюсь, что это мы уже хорошо с вами знаем. А если у нас ось второго порядка, то по ней у меня пересекают, могут пересекаться плоскости только под 90 градусов. Это угол в два раза меньше, чем поворотный, элементарный поворотный угол моей поворотной оси симметрии. А вот здесь у меня появляется угол в 36 градусов. Такого угла у нас еще не было. Это половина угла 72 градуса, и как раз это и есть ось пятого порядка. Значит, а маленькими буквами обозначены длины сторон. Что такое вот длина стороны А? Это и есть угол между осью пятого порядка и осью третьего. Б между пятого и второго. А мы будем искать, например, вот эту сторону, да, С. Если я в эту формулу подставлю все известные мне величины, у меня на самом деле этот треугольник решен, в нем все известно, да. Вот смотрите, я хочу найти сторону А. То есть аркосинус вот этой величины у меня будет искомый угол между осями. Все остальное, смотрите, я знаю, да. Угол А знаю, знаю. Угол В знаю, знаю. С знаю. Я все знаю. Теорема косинусов помогает мне вычислить угол между осями. Если я сюда поставлю другие косинусы, я найду, например, искомые почти 21 градусов между осью второго порядка и введенной нами осью третьего порядка, которую мы только что ввели. Видите? Вот в такое положение. Почему сюда, например, а не вот сюда? Ну, симметрия, да, правит миром. Я ее ввожу в равнонаклонное положение, чтобы, не дай бог, не включились вот здесь что-то, что у меня приведет к самопроизвольному саморазмножению всех осей, чтобы я не выпала таки в эту группу шара. Значит, все углы вычислены и известны. Осталось это только нарисовать. Мы сейчас графическим путем с саморазмножением осей к этому придем. Значит, если мы ввели вот здесь ось третьего порядка, она зелененькая, она тут же размножила мне вот эту, например, черную ось второго порядка вокруг себя, их образовалось три. Продолжая этот процесс, включая все оси третьего порядка, я получу вот такой вот набор осей второго порядка. И потом еще добью этот набор дополнительными осями третьего порядка, которые у меня появятся уже размножением осей второго. Вот на этом этапе кажется, что у меня уже все произошло, что дальше какие вот те оси, которые нарисованы, если я буду включать их, результат их размножения уже есть на рисунке. Больше ничего нового не появится. Сколько у нас получилось осей третьего порядка? Я здесь написала это или нет? А, написала 10. А сколько осей второго порядка получилось? Много. Значительно больше, по крайней мере, в кубической синконе у нас сколько осей второго порядка? Сама уже сказала. Их всего 6, да? Здесь их будет намного больше. Их будет 15. Но прежде чем их получить, смотрите, я соединила, например, оси третьего порядка с получением таких пентагонов. На самом деле это не что иное, как стереографическая проекция неких ребер, да? Аидно-пентагон до декаэдра, да? И вот в этом месте я отчетливо вижу, что у меня просится какая ось? Это как раз есть место оси пятого порядка. Если я таким образом размножив, померяю сейчас эти углы, я с удивлением обнаружу, что они именно такие, какие рассчитаны по теме косинусов. Вот эта вот картинка есть, есть и косоэдрический класс с размножающей способностью 60. Представляете? 60. Максимальная размножающая способность кубического класса 48, а здесь целых 60. Причем здесь еще нет осей, да? Это плоскостей, здесь исключительно осевой набор. Рисовать его можно по-разному, так как у нас присутствует ось пятого порядка, мы можем вольны в выборе координатных направлений. Но наиболее удобно координатные направления совмещать вот с этими осями второго порядка, которые пришли к нам из подгруппы 2-3. Потому что в таком расположении, если я буду индицировать, а их можно индицировать, хотя смысл индицирования немножко другой, потому что с пятого порядка периодичность отрицает. Но у меня здесь хотя бы некоторые индексы будут рациональны. Большинство индексов эксцидемической симметрии нерациональны, они содержат число Тау. Но мы с вами индицировать такие кристаллы не будем. Итак, группа. Она будет называться буквкой И по Шонфлесу, хотя Шонфлес и знать не знал про такие группы. Это уже придумали после него, но в его стиле. Значит, группа И без подстрочника означает, что это у нас экосоэдрический набор, где присутствуют оси пятого, третьего и второго порядка в определенном положении. Значит, размножающую способность группы 60. Мы имеем 15 осей второго порядка, 10 осей третьего и 6 осей пятого порядка. Смотрите, если я буду количество осей умножать на размножающую способность, я везде получу одну и ту же цифру 30. Легко запомнить. Значит, экосоэдрические классы можно представлять, как я уже сказала, и в других видах. Нам наиболее удобно вот первый вариант. Хотя можно и вот так изобразить, и вот так изобразить. То есть, с главной осью третьего порядка или с главной осью пятого порядка. Везде получается очень красиво, но так наиболее удобно с точки зрения кристаллографии. Значит, какие же у нас простые формы могут здесь быть? По аналогии с кубической сингонией мы выделяем условно-независимый сферический треугольник, и в вершинных сторонах и в теле которого у нас будут жить принципиально разные простые формы. Какие же они будут? Давайте на них посмотрим. С такой-то размножающей способностью. Это очень должно быть красиво. Значит, у них разные названия. Есть общепринятое, а есть наше учебное название, которое организовано по принципу, как организовываются названия всех простых форм кубической сингонии, как предложил Николай Васильевич Белов. Хотя он тоже такой симметрией не занимался, но дело его уже назвали по его принципу. Итак, первая простая форма, которая у нас располагается вот здесь, перпендикулярно оси второго порядка, спрашивать не буду, в таблице уже все есть, их будет 30 штук, и он будет называться триоконтаэдра. Это у нас 30, Эдра, триоконта, это 30, Эдра, это грань. Это аналог ромба Дадекаэдра в кубической сингоне. у ромба додекаэдра сколько грани додека 12 а у этого 30 грани но у него грань тоже в виде правильного ромба они так называем аналоги значит если я помещу свою грань перпендикулярной оси третьего порядка это будет не что иное как и касается а если перпендикулярно пятому порядку то уже известный вам додекаэдр но он правильный пентагон додекаэдр не тот который мы вам показываем в кубической сингонии там одно ребрышко не равно всем остальным а совершенно правильно с абсолютно одинаковыми сторонами хотя в общем то в кубической сингонии тоже может случайно получиться правильный пентагон додекаэдр значит дальше интереснее значит если я смещаюсь значит это у нас и касается это у нас пентагон додекаэдр или просто додекаэдр платоново тело 4 4 простая форма живет между осью 5 и 3 порядка и ее можно назвать например тетрагон 3 и касаэдр до тетрагон почему потому что четырехугольная форма 3 потому что 3 выросла на грани касаэдра ну это сама и касается потому что на грани касаэдра ее можно назвать на основе грани додекаэдра то есть двойственность тоже существует но так как эти простые формы в общем-то не имеет большого значения если честно сказать что не имеет никакого значения то здесь особо спорить о том на основании чего называть совершенно глупо давайте посмотрим вот на эту форму здесь отчетливо у нас виден до бывшая грань додекаэдра вот она пятиугольная на которой выросла пирамидка из треугольников и это либо первым пирамидальный додекаэдр живет он у нас вот здесь вот между осью пятого и осью второго порядка либо и как мы его назовем тригон пента додекаэдр но чуть-чуть осталось это у нас пирамидальный и касаэдр да тоже очень отчетливо видно треугольная грани касается на которой выросла пирамидка тригон потому что она треугольная грань 3 на грани и касаэдра тригон три касаэдр и наконец общая простая форма их нарисовано почему-то 2 почему почему 2 нарисовали я ошиблась точно совершенно осевой класс возможно правые и левые формы и эта форма называется пентагон пентагон додекаэдр здесь уже грань додекаэдра видно слабо но тем не менее она видно вот она эта грань и это пятиугольная грань в количестве пяти выросшие на грани додекаэдра здесь показаны на самом деле это перитик сросшийся перед да вы знаете он очень любит форму неправильного кубического пентагон додекаэдра но говорят что будто бы древние греки и платоново тело додекаэдра открыли потому что насмотрелись на серный колчедан маловероятно но тем не менее такая легенда существует а вот этого это настоящий пентагон дыкать правильный додекаэдр платоново тело это квазикристал здесь все ребрышки абсолютно одинаковые существует то есть пятого порядка давайте попробуем ввести плоскость как же без плоскостей значит плоскость мы можем ввести каким образом только таким чтобы осевой набор не размножился то есть осевой набор у нас задан теоремой эллера он меняться не может и размножаться он тоже не может иначе сразу катастрофа диагонально как мы это делали в кубической сингоне мы этого сделать не можем согласны потому что вот эта ось пятого порядка остается не удел она тут же размножится и дальше дел на делает все это выливается в симметрию шара но можем ввести вот так вот это координатное направление в той установке которую я вам предложила вот так мы можем ввести это единственное положение оси которые мы можем в плоскости которые мы можем ввести все другие положения будут либо симметрийно связаны с этой плоскостью либо невозможно и таким образом мы приходим вот к такому класса вот этими жирными линиями у меня показаны как раз плоскости плоскостей у нас как вы видите ровно столько же сколько удваивающих осей 2 порядка их тоже 15 ну и так как у нас велся еще один элемент симметрии удвоилась размножающая способность группы порядок группы стал 120 и это максимально возможное что можно придумать в симметричном трехмерном пространстве не только в кристаллах до больше не существует симметричных больше сделать нельзя чем размножающая способность 120 максимальная что так еще раз спросите не по ним почему круговую плоскость z нельзя ввести она есть мы ввели наиболее но она здесь наиболее фотогенично наиболее хорошо смотрится но если я начну размножать эту плоскость то появится и вот такая тоже конечно но хотя бы тройка осей 2 порядка даже без применения тяжелой артиллерии оси 5 все равно ее сделает такой есть такая плоскость да если есть центр центр и в этой группе есть она центр симметрично конечно что касается простых форм так как у нас большинство из них останутся на плоскостях то с ними ничего не сделается изменится только название вот этой одной семерки а все остальное останется по-прежнему то что мы уже видели потому что они находятся на плоскостях и педикарным идет плоскость которых не размножает поэтому они никак не отличаются от простых форм предыдущего класса но 7 будет другая вот она какая это у нас тригон потому что треугольник дека т.д. кайдер вот грань до дека и драда бывшие пятиугольник и сколько на ней выросло вон сколько аж 10 штук до треугольничков дека это 10 на дека 12 вот собственно говоря и все простые формы которые встречаются в косоидрической симметрии их 8 то есть к 15 кубическим высшей категории добавляется у нас еще восемь и косоидрических вот таких вот замечательных зачем нам это нужно где они встречаются и почему мы так подробно про них говорим ну прежде всего конечно я уже вам пока пока показала маленький кристаллик квазикристалла но кристалликом его называть нельзя он квазикристаллик почему потому что что такое кристалл еще раз вспоминаем определение кристалла это какая-то физическая среда какая обладать собственно говоря когда мы сказали что она обладает периодичностью мы сказали все остальное что мы обычно к этому довешиваем а что мы довешиваем они затрудность плоскогранность ну все это что это следствие периодического строения это закон формирования всех твердых тел но оказалось что не все что существуют еще такие твер тоже твердые тела которые упорядочены но их порядок не связан с периодическим строением периодическому строению них нет вот этого порядка не мы не допускает себя периодическую структуру или периодическая структура не воспринимает из 5-го порядка иначе история началась восемьдесят втором году исследовать группа исследователей из израиля которые работали сша обнаружили на ринге на граммах электронограммах картину которая соответствует оси пятого порядка то есть ты самая отраженные импульсы располагались именно по граням пентагона два года они молчали и два года ушли на то чтобы как-то осмыслить увиденное и объяснить может быть с точки зрения классической кристаллографии у них ничего не получилось его 84 году в физическом журнале физик review была опубликована статья про вот такое вот первое соединение интерметаллит сплав алюминия и марганца в основном здесь алюминий который показывал таки дальний порядок с осью пятого порядка это совершило революцию на самом деле в кристаллографическом мире потому что до этого мы все точно знали что никакого оси пятого порядка в кристаллах не существует и все существующие данные укладывались кристаллографы наперебой соревновались кто наиболее элегантно докажет почему таки ось пятого порядка несовместима с периодическим строением доказательства этого существует великое множество и тут вдруг такая история ось пятого порядка которая видна на рентгенограммах это значит что она как-то участвует дальнем порядке это значит как-то она закономерно встраивается в структуру каким образом непонятно сначала пытаются определить объяснить методами классической кристаллографии это собственно говоря человек который в 2011 году получил за открытие квазикристаллов нобелевскую премию дэн шахман заметим что изначально смотрите сколько было участников операции потом к сожалению остался видимо на один потому что очень сильные гонения были над ними смеялись еще же в полинг это первый структурный химик вы наверняка знаете такую фамилию мы еще не раз ее будем произносить он не признает квазикристаллов он говорит что есть квази ученые нет квазикристаллов и в нейчи опубликовывает статью что такая картина связана не с каким-то супер строением а просто таким способом двойникования тем более что известно например случае двойникования меди под углом 72 градуса но тем не менее исследование показывают что объекты не двойники что это монокристаллы и наконец 2000 смотрите статья выходит 1984 году а премии дают 2011 видите какой длинный путь пошли квазикристаллов для полного признания но признали их конечно значительно раньше но премии дали только 2011 году сам дэн шейпан несколько раз приезжал к нам читал лекции он читает лекции исключительно студентам или аспирантом ну или крайнем случае молодым сотрудником потому что он говорит несколько о своем открытии а сколько об упорстве о вере в свою идею и пути достижен и путях достижения цели что надо верить в себя ну и собственно говоря он свое открытие в большей степени видимо считает свое упорство что он не сдался а довел дело до конца то есть в нобелевской премии здесь это самая фотография с студентами нашими кафедры аспиранты студии это сотрудники это уже бывший аспирант теперь это сама сотрудник тоже нашей кафедры значит еще возвращаемся квазикристаллы кто они такие вот смотрите это электронного грамма квазикристаллы здесь отчетную видно ось десятого порядка то есть не устроена вось пятого так устроены у нас она структурный анализ что что нечетного всегда будет помножена на 2 то есть мы увидим картинку вот такую ось десятого порядка а это кристаллики это называется частная простая форма 3 аканта это вот он какой но это собственно говоря пентагона дека и да и размеры вот этих образцов чрезвычайно малый но сейчас уже выращены равновесные формы которые достигают достаточно больших макро размеров но это конечно не гигантские но это сантиметры то есть он вполне осязаем его можно потрогать это совсем микроскопические конечно они были получены сверхбыстрым охлаждением его даже трудно себе представить миллион градусов в секунду напылением на быстро вращающийся диск значит я буду говорить про квазикристаллы подходя к ним с разных сторон то есть эта картинка должна олицетворять им что что если бы вдруг дэн шахмат не обнаружил такую прекрасную и косоидрическую симметрию своих интер металлинах то квазикристаллы были обнаружены другим путем потому что идея витает в воздухе с разных сторон уже к этим квазикристаллам подбираются например в пятьдесят шестом году франк и каспер уже описали плотно упакованные структуры есть такие структуры которые мне трудно полноценно говорить сейчас про квазикристаллы потому что мы с вами находимся в рамках макросимметрии а квазикристаллическое состояние все-таки описывается исключительно микросимметрии но тем не менее вот такую структуру покажу это мифа за одна из структур франка каспера покажу для чего ну для того чтобы вы видели что он действительно очень плотно упаковано видите сколько шариков это интер металлит но в ней обнаружены координационные числа это число ближайших соседей 12 13 нет 14 15 и 16 это колоссальные координационные числа я ну что вы просто так покрутили ее в руках на самом деле они описываются не очень сложно несмотря на то что выглядят так страшно мы с вами на кристаллы химии о них поговорим подробно это одна из вас еще и в розыре значит и вот эти вот они предсказали существование квазикристаллов каким образом на примере своих структур которые считали промежуточным между кристаллическими квазикристаллическим состоянием вещества то есть в этих структурах франко каспера существуют участки и косоидрический симметрии ну правда они упакованы совершенно периодически никакой оси пятого порядка глобально в этих структурах нет они честные периодические структуры в 77 году была опубликована научно-популярном журнале материал про а периодические мозаики пенроуза это такие плоские мозаики но математическая головоломка которая оказалась прекрасной моделью для объяснения структуры квазикристаллов даже на научно-популярном уровне а собственно говоря я с вами как вазикристалла сейчас буду говорить о научно-популярном уровне но потом мы к ним будем возвращаться по мере возрастания ваших знаний в симметрии мы будем еще раз возвращаться на новых этапах и будем расширять объяснение как значит известны уже у не с начала прошлого века известны уникальные слов сплавы на основе алюминия и лития знаменитый это самый сплав который применяется в авиационной космической промышленности называется летали на самом деле существует в себе содержит так называемую т2 фазу которая оказалась на поверку квазикристаллическим то самое ядром который упрощает вот этот слов алюминий и литий это очень легкие металлы конечно ты сама очень удобно из них строить самолеты и космические корабли но он при этом очень не твердый он пластичный но если его легировать чем-нибудь например квазик кристаллическим ядром то они становятся еще и прочными ну сомнительно что люди которые занимаются сплавами а кристаллография металлургии развита очень хорошо вдруг не знали что т2 вот это ядро имеет квазикристаллическое строение но тем не менее видимо не решали сказать потому что это все равно что признаться на весь мир что у тебя есть зеленый хвост например и этот и два фаза работала будучи квазикристаллической при этом не обнародным но и также квазикристаллы можно объяснить применяя другие измерения а именно шестимерное пространство в котором квазикристаллы становятся замечательными периодическими структурами как же устроены квазикристаллы объяснение модели представления строения квазикристаллов существует на сегодняшний день 2 они друг другу не противоречат они приводят к одному тому же результату одна из них более математическое это с представлением в шестимерном пространстве в качестве трансляционной решетки или более на пальцах это аппроксимация в виде а периодических структур которые в плоском варианте 2 2 вариант соответствует мозаиками пенроуза и так начнем с более легкого варианта это с мозаик пенроуза значит одна из мозаик проведена частной рисунке вместе с со снимком на 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 уровне смотрите 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 как это похоже то есть общая тенденция сохраняется на самом деле действительно двумерная мозаика пенроуза можно представить ее как матрицу для помещения атомов в квазикристаллических постройках ну на самом деле не сама мозаика а ее трехмерный аналог но говорить начнем о двумерном аналоге вот этот вот человек это на самом деле роджер пенроуз он физик теоретик но вместе с вами папа он очень увлекался занимательной математикой и замощение плоскости или выполнение пространства трехмерными фигурами это вообще очень интересная занимательная задача не . не только с точки зрения математики но и с точки зрения физики она имеет большое прикладное значение и из каких фигур можно построить а периодическое покрытие этот вопрос занимал ум и очень многих людей очень много таких построек существует но ему удалось это сделать с помощью всего двух фигур двух ромбов толстого и тонкого вот они здесь нарисованы все они являются естественно вырезками из определенным образом из пентагона до 1 угол 72 и 108 градусов они все углы кратно 36 половинному углу поворота оси пятого порядка у 2 36 и 144 вот в этой мозаики как вы думаете ну что здесь думать толстых ромбов несмотря на то что кажется что и должно быть меньше их на самом деле больше но меньше чем в два раза до число то у нас равно но чуть больше чем полтора значит в чем принцип из этих ромбов можно сложить абсолютно периодическую структуру у них длина ребер абсолютно одинаково они могут стыковаться если я вот этот тонкий присоединю вот сюда вот это такое же сюда то я получу такой параллелограмм которым я отлично отличным образом могу вымостить пространство абсолютно периодически но если я внесу некоторые ограничения каким образом у меня могут совмещаться эти ромбы я получаю а периодическое а периодическую постройку значит я много раз произносила то слово что такое периодическая постройка который не имеет периода вот когда мы говорим о периодичности до наших кристаллических сред мы говорим о том что у нас есть какой-то вектор и в котором проявляется какая-то трансляция и ровно через этот шаг у меня будет одно и то же здесь такого нет я не могу выделить участок повторением которого я могу сложить всю структуру такого участка в принципе не существует это есть а периодичность то есть квазикристаллы чем интересны они наряду со всеми прекрасными свойствами кристаллического вещества они при этом абсолютно изотропны кристалл они затропе а квазикристалл изотропен поэтому ими так и заинтересовались собственно говоря значит здесь я хочу поговорить про это вот волшебное число то он до которые на самом деле является основополагающим чтобы я бы не считала в квазикристаллах или с использованием пентагон в меня везде вылезает это иррациональное число то у которое вводится из последовательности фибоначчи ну на самом деле это еще удвоенный косинус угла 72 градуса но это все тоже следствие значит какова задача впервые решил фибоначчи это такой математик который жил в 13 веке леонардо пизанские его звали значит задача выглядело так что если у тебя есть пара кроликов до через месяц они становятся взрослыми и приносят потомки и дальше приносит это потомство каждый месяц то сколько например будет этих роликов через год через два он решил эту задачу и изобрел по свою последовательность которая была названа его именем значит как она выглядит первые два члена этой последовательности единицы а все последующие являются суммы двух предыдущих чисел да как это выглядит например если у меня есть одна пара кроликов да я сейчас на самом деле на примере кроликов конструирую одномерный квазикристалл который я обозначаю буковкой b до через месяц это пара кроликов стал взрослой значит если она стала взрослой то она принесла потомство осталась эта пара кроликов да то есть это у меня начальный этап это через месяц это через два через два я имею вот такую структуру правильно прежняя пара плюс новая молодая по что у меня будет через месяц у меня осталась эта пара до которая принесла еще одну пару кроликов а вот это б стала взрослой до перешла в состояние а ну давайте еще одну итерацию меня здесь не очень удачно получилось значит что произойдет еще через месяц пара а принесла еще одну пару кроликов молодую да и вот это уже тоже принесла и получилась у меня вот такая конструкция которая с помощью кроликов нарисована на слайде значит здесь у меня одна пара здесь у меня одна пара здесь две здесь три пары здесь у меня пять пар если я буду продолжать таком же духе то я из двух букв смотреть выстраиваю последовательность которая никогда не повторится сколько угодно мало или сколько удобно большой отрезок я могу брать он никогда не повторится она абсолютно а периодично то есть я в буквах сейчас построила такой одномерную квазикристаллическую постройку значит продолжая про мозаику пенроузов которые это волшебное число то тоже присутствует каким образом у меня все-таки осуществляется такая потрясающая картина оси пятого порядка каким образом реализуется значит мозаики пенроуза на примитивном уровне они обладают таким свойством как дефляция и инфляция расширение и разрезание например я любой из этих ромбов могу порезать таким образом что у меня получится точно такие же ромбы но меньшего размера и расширение то же самое я из этой мозаики могу вырезать большие ромбы с теми же самыми углами они могут быть по-разному порезаны но они тем не менее будут точно такими же как большие значит каждый мозаики пенроуза если я например ну пусть я буду вот в этой точке это мой город да как вы думаете вот это вот . у меня но с каким-то окружением я выберу радиус который моего осмотра например радиус d вот до этой точки вот это у меня будет радиус да где я могу обнаружить как далеко я должна идти чтобы мозаики пенроуза найти точно такую же точку абсолютно совпадающую с моим это мозаики называется город вот я выбрала себе города где я найду точно такую же так вот есть такая теорема что я точно такую же точку найду на расстоянии не больше чем квадрат числа тау то есть это на самом деле чуть больше двух до 211 примерно то есть на расстоянии не более чем но грубо два моих радиуса вот это я найду точно такую же точку я реально ее найду вот у меня радиус да посмотрите где у меня точно такая же . ну вот она например а нет это не она у меня здесь не такой это самый рисунок значит где такая же так как да то есть то что у меня смотрите в кристалле у меня периодически оттранслированная каждая . повторяется бесчисленное количество раз а здесь примерно то же самое досмотрите каждая . повторяется бесчисленное количество раз но размножена она не периодическим способом а немножечко другим сейчас мы попробуем используя сконструировать это другим способом закончим с мозаикой пенроса это фрагмент мозаики на самом деле к мозаика хороша тем что так как у нее нет периодичности человеческий глаз не может оценить и сообщить мозгу примерный размер потому что мозг автоматически на самом деле если вы видите листочек клеточку не то что мозг уже без вас там посчитал эти клеточки но тем не менее приблизительно прикинул размер а здесь нет периодичности поэтому если вы например свою маленькую кухню вы мастете вот такой вот мозаикой она зрительно будет казаться больше эффект разбегающегося пространства но это еще надо найти такого плиточника нарезать такую плитку и объясните ему каким образом потому что конструирование мозаики пенроуза это на самом деле очень интересное занятие это математическая головоломка которая была пенроузом запатентована в японии в сша еще где-то и он 10 лет ее не публиковал он ждал патента то есть он ее придумал раньше чем появились первые сведения о квазикристаллах а публикация произошла уже позже но ее тут же увидели вытащили сказали о как это прекрасно хотя сам пенроуз он был физиком хотя теоретиком занимался квантовой физикой он говорил такую фразу что может быть когда-нибудь найдут вещества которые будут похожи на мои мозаики то есть не то что над предвидел но он предполагал что такое может быть значит чтобы у нас дифракционная картина сложилась у нас должен структуре присутствовать ориентационный порядок и трансляционный я говорю на таком уровне потому что мы с вами еще не знаем в принципе как устроены решетки да мы об этом узнаем с вами только но ближе к новому году значит и сочетание двух этих порядков дают нам дифракционную картину от 4 порядка 8 может выскочить до 2 порядка ось 6 порядка ось 5 порядка не проявлялась никогда кроме вот этого случая когда наконец-то мы узнали про квазикристалл каким образом значит это осуществляется вот здесь у меня нарисованы фрагменты мозаики пенроуза которые являются у нас сейчас аналогом двумерного квазикристалла а вот это рисуночек голландского художника и шера который как раз иллюстрирует у меня абсолютную периодичность да вот эти вот например черные собаки у меня повторяются без поворотов и изменений то есть собаки не превращаются ни в кошек не свиней через определенный промежуток через трансляцию что в одном направлении что в другом это абсолютно периодическая модель периодического кристалла а это не периодического значит здесь ориентационный порядок сохраняется благодаря тому что трансляции объект не переворачивает она просто его переносит параллельно самому себе ну и дальний порядок обеспечивается той же трансляции которые транслируют любую точку кристалла бесконечное количество раз а что происходит в квазикристалла квазикристалле смотрите ну например вот у меня какой-то примитивный квазикристалл пускай вот в каждом этом и самым узле этой решетки сидит какой-нибудь а там неважно какой я могу нарезать бесчисленное количество десятиугольников вот они здесь меня какие-то показаны какие-то не показаны их бесчисленное количество не могут перекрываться они все разные то есть нарезать их можно внутри по-разному видите они вот сейчас которые покрашенными они абсолютно по-разному настроганы внутри по-разному инкрустированы ромбами но при этом сохраняется их ориентации нет ни одного десятиугольника грань как одна из грани которого не было бы горизонтально но данные ты сама в этом рисунке видите они абсолютно одинаково ориентированы таким образом достигается некоторый ориентационный порядок похожий на тот который у нас существует периодических структурах если я в этой же самой структуре заштрихую ромбы с параллельными гранями вот видите я получу систему каких-то это называется квази плоскости они не очень ровные но они находятся на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга хотя ведь это же расстояние у нас колеблется но тем не менее такая структура позволяет получать отражение от таких плоскостей они будут немножко более размытые всегда чем например пике в трансляционных структурах они вообще превращаются в яркую точку при нуле градусов кельвина а здесь всегда будет присутствовать некая разупорядоченность связано с не плоским характером этих плоскостей таких систем плоскостей в кристалле конечно будет 5 и все они будут находиться по дугами кратными 36 друг другу таким образом достигается трансляционный порядок то есть на самом деле условия возникновения рентгенской картинки 5 порядка соблюдены но несколько вот таким необычным способом но собственно говоря и квазикристаллы построены необычным способом очень много а периодических рисунков в в росписях древних арабских храмов вот если вы присмотритесь это чрезвычайно похоже это просто как будто кто-то рисовал квазикристалл но я думаю что они квазикристаллах ничего не знали а использовали эффект разбегающегося пространства во первых с использованием оси 5 порядка очень легко покрывать купола то есть какие-то сферические поверхности а во вторых они как бы поднимаются эти купола если не использовать никаких трансляционных компонентов видимо 2 древние звучи поэтому по догадались об этом сами росписи чрезвычайно красивые разнообразным и их сравнивали значит чтобы перейти к 3d модели то есть к объемному настоящему квазикристаллов у нас ромбы ромбы пенроуза превращаются в ромбоидры вы уже тоже знаете что такое работа я сейчас вам дам такую коробочку меня нет больших два ромба толстые тонкие превращаются в 2 ромбоидра оманы или ковалевского их математики называют но больше неизвестно как омана вот плоский выглядит вот так он совсем вот такую лепешку превращается а это еще более-менее ничего такой пол это толстенький ром из них можно составить например вот такую фигуру она из двух толстых из двух тонких ромбов сделано здесь для того чтобы вот из этой каши например кто-нибудь попробуйте собрать здесь есть все для триаканта и дра из этого триаканта и дра как типичная кассаидрическая фигура конечно может быть собрана из ромбоидров омана или ковалевского из которых впрочем извините можно построить и абсолютно периодические структуры и звездчатые многогранники то есть простор для творчества очень велик ось пятого порядка очень многообразно и позволяет строить очень красивые фигуры чего обычные периодические делать не позволяет но все у своей природы значит можно использовать кластерный поход подход я уже говорила про фазы франко касперы в самом начале франко каспер предсказали появление квазикристаллов именно среди интерметаллида с достаточно плотными упаковками где присутствуют координационные числа мы с вами попозже об этом мы поговорим подробно высокие 12 14 15 и 16 это очень высокие координационные числа и они граничат структуре не по граням а взаимопроникая в друг другу тем более увеличиваю плотность упаковки и если что сейчас можно с вами обсудить это то что например любую касается да да вы касается у меня треугольные грани если я в центре возьму третью точку то я могу и касается разделить на 12 тетраэдров эти тетраэдры будут практически правильными то есть разница очень невелика вот они здесь нарисованы как один и касайдра у меня разбегается на 12 тетраэдров один 12 на 20 тетраэдров у меня 20 грани но тем не менее небольшой зазор здесь остается потому что расстояние до центрального атома чуть чуть меньше чем до соседних вот это вот это ребро тетраэдр будет чуть чуть больше чем то которое направлено к центру но эту проблему например можно решить с помощью замены центрального атома на более маленький либо увеличить координационно поверхностное координационное число здесь у каждого атома соседи 5 поверхностное координационное число 5 если вы хотя бы одну вершину заменить на 6 связную то напряжение спадет это и есть промежуточный эффект структур фаз каспера которые позволяют им занять место между квазикристаллами и нормальными периодическими структурами но об этом мы с вами поговорим попозже уже в курсе кристаллы химии когда будем изучать фазы и ум розыре и фазы лависа а сейчас поговорим про гиперпространство значит гиперпространство это такие пространство размерность которых превышает 3 и метод описание квазикристаллов основан на том сколько осей пятого порядка у нас вы косоэдрической симметрии помните как раз 6 если по этим осям пятого порядка направить оси координатные а в шестимерном пространстве я как раз имею 6 координатных осей это пространство размерности ровно в два раза больше нашего то любой квазикристалл великолепно дрессировано превращается в периодическую структуру но когда мы будем проецировать это шестимерное пространство на гиперплоскость то есть наше трехмерное он станет уже не периодическим каким образом это делается давайте попробуем с вами сконструировать одномерный квазикристалл на примере пространство которые нам доступны вот здесь вот совершенно периодическое вот это органально или кубич срез кубической до решетки у нас это квадратики это абсолютно периодическая двумерная постройка если я буду проецировать это напрямую то есть будут переходить от размерности 2 к размерности 1 я в два раза понижали размерность пространство далее из двумерного буду делать одномерное я могу это сделать так что у меня структуре оказывается периодической а могу сделать что а периодически каким образом значит из своей периодической плоской решетки я вырезаю такую трубу так чтобы попала ячейка и потом все эти атомы которые попали у меня на узлы решетки в эту трубу я буду проецировать напрямую и получу вот такую последовательность смотрите отрезки у меня равняется а б а а б да то есть я получу в этом случае периодическую структуру с периодом например а б а а б а дальше у меня будет все повторяться вот я получу вот такой вот отрезок но не квазикристалла обычной периодической структуры если я линию проведу например под углом 45 градусов вот так вот да у меня вообще получится один отрезок а а до который будет равен диагонали этого квадрата и так будет всегда когда у меня сечение будет рациональный тайн как тангенс угла наклона рациональный я получу кристалл а квазикристалл я получу в том случае если у меня но здесь к тангенс приведет если танки будет равен числу ta вот тут или другому рациональному числу тут я получу абсолютно не периодическую постройку вы смотрите проецирую Ширина трубы у меня та же самая. У меня поменялся наклон, и этот наклон задал мне возникновение, определил возникновение квазикристаллической, а периодической постройки. Вот здесь уже нельзя выделить никакого участка, построением которого я могла бы создать всю конструкцию. Здесь никогда ничего не повторится. То есть идея в чем? На примере проецирования двумерной периодической решетки на одномерную я показала, как можно шестимерную периодическую спроецировать на наш трехмерный. Это исключительно математическая модель. Это мы можем потрогать и посмотреть геометрически, но шестимерную представить не можем, хотя можем попробовать. Каким образом? Значит, есть такие, это даже вводится в статус каких-то, не знаю, юфердических практик. Я, по крайней мере, там прочитала такую историю. У вас есть карандашик? Значит, вы садитесь в темную комнату, погружаетесь в себя и представляете себе точку. Просто. Просто точку. Эта точка к вам приближается, а потом я вам говорю, что это не точка на самом деле, а прямая. Вы смотрите в торец этот прямой. И вот эта прямая поднимается, и вы уже видите прямую. Долго смотрите на эту прямую, а тут я вам говорю, что это никакая не прямая, а грань квадрата. И тут разворачивается над вами... Спасибо. Квадрат. И вы видите квадрат. Дальше трехмерный случай, мы, по крайней мере, еще его можем представить. Я говорю вам, что это не квадрат, а куб. И вы видите только одну его грань. Ну, а дальше самое сложное. Здесь должен открыться третий глаз. Я вам говорю, что это на самом деле не куб, а гиперкуб, каждая грань которого представлена кубом. Ну, такая вот картинка во многих разных вариантах крутится в интернете. Гиперкуб, трехмерный куб, имеет 8 вершин, это трехмерный куб, 8 вершин, 12 ребер, 6 грани, мы его видим и осязаем. А четырехмерный куб у нас имеет 16 вершин, 32 ребра, 24 и 8 кубов. Ну, представляем его исключительно геометрически, видим проекции. То есть любое пространство, больше трех, мы можем себя воспринимать только в виде проекции на наш трехмерный мир. Ну, если у вас нет третьего глаза. Значит, четырехмерный куб вот здесь представлен в виде проекции Шлегеля. Есть такие проекции, которые представляют любой многогранник в виде проекции ребер на одну из его граней. Например, тетраэдр простейший будет выглядеть вот так вот, куб будет выглядеть, обычный трехмерный куб будет выглядеть вот так вот, ну и так далее. Это очень удобно оказалось для представления различных геометрических фигур как раз в многомерных пространствах. Вот здесь вот, если вы присмотритесь, вы на самом деле найдете 8 кубов. Лекция будет лежать, можете посмотреть. Ну, вот, например, один показываю. Вот это куб, да? Вот это проекция куба. Да, вот еще один куб. И таких здесь будет 8. Это как раз найти несложно. Но нам-то нужен шестимерный куб. И чтобы добраться до шестимерного куба, который называется хексеракт, выглядит он вот так вот. Здесь уже найти 160 кубов можно, они немножко перекошенные. Ну, в общем, в этом нет определенного смысла. Это проекция Шлегеля для шестимерного куба на двумерное пространство, то есть на плоскость. Мы сначала его перевели в трехмерное, а потом еще и отразили на плоскость. Выглядит вот этот куб вот так. И большинство квазикристаллов можно рассмотреть вот в этом кубическом пространстве. Хотя некоторые настолько сложны, что это пространство может быть усложнено дополнительными центрировками этого куба. Которые с обычными центрировками в трехмерном пространстве мы с вами начнем знакомиться буквально через пару занятий. Значит, для описания перехода квазикристалл к кристалл была также успешно применена вот Е8, это означает восьмимерное пространство. Она оказалась ужасно симметричным, ну, было выведено исключительно математически. И оказалась очень удобным для фрагмент этой структуры, может показать, каким образом квазикристалл у нас переходит в кристалл. Ну, конечно, мы все это в виде проекции будем воспринимать на нашу трехмерную, а чаще всего на двумерную плоскость. Потому что проекции легче всего не в трехмерном, конечно, нам варианте воспринимать, а в двумерном. Исключительно математические модели, но работают прекрасно. Значит, в настоящее время помимо квазикристаллов с осями пятого порядка, они, конечно, составляют большинство и наиболее интересно, потому что это икосоедрическая симметрия, это высшая категория, они живут вот здесь вот. Существуют такие, которые обладают осью десятого, восьмого и двенадцатого порядка, других нет. Но они представляют из собой переслаивание квазикристаллических слоев. И в одном направлении эти структуры абсолютно периодические. Могут быть периодическими в двух направлениях, например, а только в одном квазикристаллических. Но таких мало на самом деле. Квазикристаллы, которые не так давно были открыты, в общем-то, на самом деле можно найти не только в кусочек от Боинга или Шаттла, а на самом деле они давно уже вошли в нашу жизнь. Я здесь привела некоторые примеры, где они используются. Ну, во-первых, они очень прочные и используются в качестве легирующих добавок, чтобы повышать твердость плавов. Это раз. Два, у них очень низкая теплопроводность. И все это накладывается на абсолютную изотропность, я хочу сказать вам, что в обычных кристаллах не существует. То есть, им покрывают двигатели, если низкая теплопроводность, и у них высокая износостойкость. Но при этом они оказались, они очень твердые, но они при этом оказались хрупки. То есть, отдельно их использовать весьма трудно. А в сочетании с другими, более пластичными сплавами, они работают. Значит, они могут использоваться как аккумуляторы водорода. Это очень актуально в водородной энергетике, потому что водород нельзя хранить в банках. Он взрывоопасен. Его надо каким-то образом аккумулировать. Они могут вбирать в себе большое количество водорода. Ну, и непригорающие покрытия. Ну, я пыталась найти такую сковородку, чтобы вам показать. Но, по-моему, в нашей стране они не продаются. А вот во Франции продаются точно. Прямо на основе квазикристаллов. Я пожалела, что не купила, когда была. Может быть, у нас они тоже есть, просто производители не знают, что это квазикристалл. А можно купить просто красивую сковородку и показывать студентам. Говорить, что это квазикристалл. Значит, в 2009 году итальянскими учёными был обнаружен единственный пока. Есть какие-то неподтверждённые сведения про второй икосоидрический минерал. Но, по-моему, это интернетная утка. А это совершенно точно. Его назвали, конечно же, икосоидрит. Он состоит из алюминия, меди и железа. Он найден в метеорите на Карякском Нагорье. Этому метеориту больше четырёх с половиной миллиардов лет. Но это история про кошку. Если ты точно знаешь, что хочешь найти, ты можешь даже в тёмной комнате найти чёрную кошку. Здесь очень хотели найти и таки нашли. Но искали долго, смотрите. В 2009 год, а уже к 1990 году существование квазикристаллов было точно определено. То есть их уже искали. Но, видимо, нашли только или подтвердили. Но, тем не менее. Значит, где ещё встречается икосоидрическая симметрия, если она не икосоидрическая симметрия, а ось пятого порядка, если не в квазикристаллах? Хотя, если бы она встречалась только в квазикристаллах, этого уже было достаточно, чтобы мы изучали икосоидрическую симметрию. Несмотря на то, что их реально мало, их известно менее полтысячи точно. 300 примерно. Представляете, относительно общего количества числа. Причём они... Могу я из поваренной соли сделать квазикристалл? Нет, не могу. Они существуют в очень узком классе соединений. Это, в основном, это интерметаллиды. Но могут добавляться ещё такие неметаллы, как, например, углерод. Но, в основном, это интерметаллиды. Значит, ещё ось пятого порядка встречается у нас в нанотрубках, фуллеренах, ну а также в отдельных молекулах. Сейчас кратко про это поговорим. Значит, квазикристаллы, по мнению многих учёных, являются одним из трёх наиболее существенных открытий металловедения прошлого века. Значит, квазикристаллы... Какие два остальных вы знаете? Что ещё такое сделали, что мир потрясло? Материаловедение. В материалах. Новый материал. Вот квазикристаллы — это абсолютно новый материал. Ещё это ВТСП — высокотемпературные сверхпроводники. И наноматериалы. Нанокристаллы отличаются своими маленькими размерами, то есть протяжённостью в одном направлении буквально в один какой-то атомный слой. И вот это вот... Ну, могут быть несколько, например, нанометров. И это обеспечивает им совершенно иные свойства, чем у такого же вещества в целом. Значит, углеродные нанотрубки представляют из себя скрученный в цилиндр графен. Графен... Я вот принесла вам показать эту структуру графита. Мне кажется, что вы её уже видели на уроке химии. По крайней мере, должны были видеть. Она входит в ученический набор. Это графит, который состоит из вот таких сотовых слоёв шестиугольников, которые переслоены определённым образом. В альфа-графите — это двухслойная переслойка. Значит, сакраментальный вопрос. Какая самая сильная связь углерод-углерод? В каком веществе? Ну, мы знаем алмаз. Ну, вот я держу графит. Есть ещё другие модификации. Вот, например, углеродные трубки — это ещё одна полиморфная модификация углерода. Итак, где у нас самая крепкая связь углерод-углерод? В алмазе. Хочется сказать, что в алмазе. Но говорить нужно, что в графите. Действительно, в графите вот эта связь ССС самая прочная. Гораздо прочнее, чем в алмазе. Несмотря на то, что графит у нас один из самых мягких веществ. Почему? Потому что твёрдость у него определяется вот этим вот расстоянием. Это расстояние очень велико. И здесь действительно связь очень непрочная. Но в самом листе связь архипрочная. Потому что если у алмаза четыре соседа, в алмазе каждый атом углерода имеет четыре соседа. И вся его сила распределяется между четверыми соседями. А здесь практически вся сила вот этого атома распределяется между тремя. То есть эта связь намного прочнее, чем в алмазе. А в данной трубке точно такая же самая. Может быть это одна из самых прочных связей, которые существуют вообще на нашей планете. А может быть и самая прочная. Из нее у меня формируется вот такая трубка. Чисто симметрично эта трубка может выглядеть по-разному. Я предлагаю вам, у нас есть такой конструктор, но попробуйте. Я, значит, вот этот гексагональный слой могу свернуть вот таким вот образом и получить цилиндрическую постройку с плоскостями симметрии. А могу вот так вот сдвинуть и получить совершенно хиральную постройку, которая не обладает никакими плоскостями симметрии. То есть у нас на самом деле эти трубки могут обладать разной симметрией. Я сейчас еще про дефекты скажу. А это магнитики, которыми можно защелкивать и посмотреть, какая трубка получается. Все? Извините. Попробуйте, кому интересно. Это у нас здесь такие кристаллографические конструкторы. Значит, и все бы хорошо. То есть я могу заворачивать в трубки бесконечной протяженности вот такой лист с сотовой структурой из гексагонов. Но если я хочу вот это изогнуть или закрыть, многие, не все, но большинство нанотрубок закрыты головками. Они внутри полые могут быть, могут чем-то заполнены, но головка у них тоже закрыта. Так вот, чтобы сформировать головку, из гексагонов это сделать невозможно, да, по причине того, что гексагоны у меня укладываются в плоскость. Я могу завернуть в цилиндр, но головку сделать не могу. И чтобы сделать головку, обязательно должен появиться пятиугольник. Конечно, это чисто геометрически может быть и четырехугольник, и треугольник, но химически атом углерода этого допустить не может. Вот допустить пятиугольник он может, и семиугольник может, чтобы у меня образовалась, например, отрицательная гауссовая поверхность. А меньше и больше 8 он уже не может. То есть у нас ось пятого порядка появляется в Пентагоне, если у меня закрывается крышечка. А крышечка, вот эта вот головка нанотрубки, это и есть кусочек фуллерена, с которыми мы сейчас познакомимся чуть позже. Значит, говоря про нанотрубки, я не могу не сказать про такую замечательную историческую иллюстрацию, хотя в этом много и вымысла, но тем не менее очень красиво. Вы наверняка слышали про дамасские стали, которые имеют вот такой вот прекрасный рисунок, картинка у меня совсем не видна, в виде разводов в более темной и светлой стали. Одна из них более обогащена углеродом, а другая менее. Но необычайная острота дамасских клинков, которые воспеты в романе Скотта, но на самом деле, конечно, это не совсем правда. И то, что они режут гвозди, обычно хороший стальной нож тоже гвозди режет. Вопрос, зачем ножами резать гвозди. Но, тем не менее, эта самая слава о дамасских клинках далеко вышла за пределы Дамаска. То, что они разрезают и шелковую подушку, и вот в фильме «Телохранитель», там на этот клинок падает легкий шифоновый шарф, который разлетается на две половинки. Это действительно так. И вот такая необычальная острота, именно острота, а не твердость, связана с присутствием нанотробок. То есть нанотехнологии, на самом деле, с нами живут уже, можно сказать, не одну тысячу лет. Мы просто не знали, что это такое. Как они делали в древности, на самом деле, секрет правда утерян, с одной стороны. Но, с другой стороны, все знают, как делается дамасская сталь. Берутся несколько слоев стали, помягче и пожестче, и перековываются. Это могут быть слои, это могут быть жгуты, это могут быть какие-то квадратные призмочки, это могут быть жгуты, закрученные в какие-то тросы. Но многократная перековка обогащенных слоев углеродов и менее обогащенных, дает вот такой потрясающий эффект, что в стали образуются нанотрубки. Настоящие прямо нанотрубки, которые заполнены цементитом, карбидом железа. Сам карбид железа, он очень твердый, но он очень хрупкий, но забитый вот в эти нанотрубки, которые очень прочные. Получается, что если клинки дамасские чаще всего не точат, а протравливают кислотой, и на месте протравления, на срезе, появляется мелкая пилочка, очень мелкая, как зубчики, торчат вот эти вот нанотрубки. И, собственно говоря, с ними связана необычайная острота этого оружия. Это нанотрубки, которые торчат на срезе ножа. Фуллерена. Я уже сказала, что чтобы закрыть нанотрубку, нам нужен кусочек фуллерена, половина какого-нибудь, но в зависимости от диаметра нанотрубки. Фуллерен – это такая молекула, с точки зрения химии, полиэдран, потому что химическая связь у меня сосредоточена между участниками, не в центр идет. Полиэдры – это когда у меня в центре атом, и он химически связан со всеми своими элегантами. А это полиэдран. Значит, он может содержать только четное количество атомов углерода. И, конечно, эта постройка чрезвычайно твердая. То есть это очень устойчивая такая молекула, и ее можно называть еще одной полиморфной модификацией углерода. Существуют еще фуллериды и фуллериды. Фуллериды – это соединение вместе с другими химическими атомами или радикалами. А фуллериды – это кристаллическая постройка из вот таких вот шариков, которые могут достигать вот нескольких сотен. Что только с ними не делали. Например, если бы я не прочитала про это в очень серьезном журнале, я подумала, что это какой-то вымысел. Японскими учеными был синтезирован такой объект, который выглядел как гороховый стручок, а гороховый стручок в виде нанотрубки, в которую запихнуты фуллерены, но не 60, а чуть поменьше. А в каждом фуллерене еще сидит атомы годолиния. И все это запечатано с двух сторон, и получается вот такой стручок. Очень интересный способ, как они это сделали в циолите. И что получилось? Ну, это интересно. То есть с ними можно делать массу интересных вещей. Зачем? Чтобы получить какие-то суперсвойства. Фуллеринами назвали в честь отнюдь не ученого, а архитектора. Его звали Ричард Бакмистер Фуллер. Вот он здесь нарисован в окружении свои. Он придумал вот такую геодезическую сферу, разбив шар на треугольнике. Треугольник — это на самом деле очень жесткая конструкция. И в чем здесь его открытие? В том, что вот эти вот сферы, их много уже построено по всему миру, он это запатентовал. Она стоит сама по себе. То есть без опоры. Внутри этой сферы нет никаких столбиков. Конструкция треугольника позволяет делать такие огромные поверхности, которые как бы сами себя поддерживают. Но это только на основании треугольника. Другие многоугольники таким свойством не обладают. У треугольника наибольшая жесткость. Он очень носился своим открытием. Самая известная его сфера — это монориальская биосфера. из его геодезических куполов. Но он предлагал и в Санкт-Петербурге покрыть часть города таким вот куполом. Потому что там погода в основном плохая, чтобы жители чувствовали себя комфортно. В Париже предлагал какую-то улицу покрыть таким. Но все отказались и правильно сделали. Он на самом деле это придумал, когда еще не было такого большого количества машин. Но в нашей теперешней обстановке, представляете, что было, если бы что-нибудь покрыли таким куполом. Дождя-то, может быть, и не было, но какой там был бы воздух. Значит, это фуллерены. Профутбольный мячик. Футбольный мячик на самом деле покрыт многогранниками. Это уж не чистая сфера, но он так раздушь, что превращается, конечно, в шарик. Он состоит из белых шестиугольников и черных пятиугольников. Наличие пятиугольников позволяет ему закручиваться в шарик. Значит, если мы будем смотреть с точки зрения кристаллографии, то эта конструкция есть комбинация и косаэдра, и правильного додекаэдра. Но одновременно это модель фуллерена C60. Предыдущий слайд, вот фуллерен C60, это и есть бокебол, футбольный мячик. Здесь у меня присутствуют гексагоны и пентагоны. Ну и два вида связи, потому что связь есть на стыке пентагона и гексагона, а есть, где встречаются два гексагона. Они немножко различаются. Значит, фуллериты, это структуры, которые построены из фуллерена в качестве модели, они бывают разного вида. Они бывают и супертвердые, рекордсменной твердости, и не очень. Если они связаны, то есть там эти шарики просто как-то упакованы, и между ними легкие мандерваасливые связи, то это достаточно мягкие композиции. Но он существует при определенных условиях, они могут стать очень твердыми. И стать рекордсменными по твердости. Сила связи у них очень-очень велика. Ну, собственно говоря, это фуллерит. Вот видите, вот такие вот фуллерены уложены здесь по принципу F-ячейки. Помимо того, что я уже сказала, икосоедрическая симметрия может присутствовать в кластерах. Значит, по правилу Юм Розере у нас ковалентное соединение, простое ковалентное соединение хочет иметь... Элемент в этом соединении хочет иметь столько соседей, сколько ему не хватает до восьми. Правила актета. Вот у хлора, который, например, в седьмой группе дал, он образует молекулярную структуру, потому что он хочет иметь два соседа. Сера хочет иметь одного соседа. Сера хочет иметь двух соседей. Такое вещество, как арсеникум, упаковываясь в слой, имеет три соседа, что в полной соответствии его химическим положениям. А вот бор, который находится в пятой группе... Я покажу вам последнюю такую вот структуру. Это структура одной из модификаций бора, которых существует великое множество. Но все они построены на основе эко-сайдров из бора, которые различным образом упакованы. У нас одна из давно открытых модификаций. А здесь на слайде представлена вновь открытая, причем предварительно рассчитанная модификация. Эта структура называется боридом бора, содержит 28 атомов бора и представляет собой тоже упаковку из эко-сайдров бора с цементированными небольшим количеством атомов бора, с немножко другой электронной структурой, чтобы упаковать, чтобы эко-сайдры примирить с периодической структурой. Эта периодическая структура аусь пятого порядка, которая присутствует там, она как бы внутренняя, она целиком не передается в структуру. И никакой эко-сайдрической картинки на рентгенограмме не даст. В заключение я хотела сказать, что в живых организмах, у которых нет никаких ограничений, ось пятого порядка, встречаются очень часто. И капсиды вирусов, капсид это белковая оболочка вирусов, очень часто бывают эко-сайдрической формы. Почему? Потому что эко-сайдр из всех самых высокосимметричных платоновых стен имеет минимальную площадь поверхности при максимальном объеме. Вирус – существо вредоносное, ему свои границы нужно защищать. Чем меньше эта граница, тем легче их защищать. Здесь я привела несколько видов вирусов. Они почти все действительно эко-сайдрические, обладают оси пятого порядка, что, конечно, оси пятого порядка части не делает. И есть такие, вот смотрите, это реконструированные, в которых пятиугольные грани и капсиды декорированы хиральным образом, перестроены пентагональной квазирешеткой Пенроуза. Вот посмотрите, вот в этих картинках можно узнать решетку Пенроуза, то есть мозаику Пенроуза, которая искажена таким образом, что лишена всех плоскостей, поэтому она хиральная. Ну и в заключении последнее, что я хочу сказать вам, что из всей этой каши того, что я сегодня наговорила, дамасских клинков, квазикристаллов, бессмертных кроликов, капсидов вирусов, я надеюсь, что вы сделали вывод о том, что ось пятого порядка на самом деле действительно нам нужна, мы обойти стороной ее никак не можем. Но, несмотря на то, что ее в периодических структурах не бывает, но ее туда не взяли, может быть, сама не захотела, потому что у нее есть другие миры, как вы видите, другие гиперпространства, где она королева. А здесь ей просто скучно. На этом все. Корректор А.Кулакова лиш existe. Я свою свою Leben. Без JAMES